В общем, рассказываю вам о сериалах, которые я посмотрела в декрете. Я вообще очень люблю сериалы, а декрет терпеть не могу. Декрет вообще скучно, абсолютно. Сидишь дома, пообщаться не с кем толком, ребенок не разговаривает. В общем, одна, единственная душа на это посмотреть какой-то классный сериал. Начнем с русских сериалов. Ну, самый, наверное, классный сериальчик, который я хочу вам посоветовать, это сериальчик Звоните Ди Каприо. Он вышел где-то полтора года назад, поднимается в нем очень-очень важная тема. Это болезнь ВИЧ, СПИД и так далее, всякая ерунда. Вот это вот. Нет, это не ерунда, это очень важная тема. Сериал очень классный. Ну, там, конечно, играет этот, как его, как его, я его забыла. Ну, в общем, этот самый известный актер. Господи, Петров, Петров, да, точно, Петров. Очень классный сериал. Он вообще очень классно играет. На него, конечно, очень многие гонят, то, что он задолбал уже, то, что его очень много, но играет он хорошо. И сериал очень классный, на самом деле. Вообще режиссер Крыжовников, по-моему, его зовут, да. Значит, он подобрал вообще уникальных актеров, уникальных современных актеров, которые настолько полно раскрывают каждого персонажа. Ну, я просто вам советую посмотреть этот сериал. Он, конечно, наверное, 18 плюс, да? Но, ребятки, сильный сериал. Реально, современный сильный сериал. Еще один русский сериал, который я советую посмотреть. Я его смотрела, наверное, ну, раз 10. Я являюсь поклонницей Валерии Гай Германики, и поэтому этот сериал у меня просто в топе. Я его пересматривала, ну, кучу раз, да, действительно. И в декрете тоже несколько раз пересматривала. И это сериал «Краткий курс счастливой жизни». Ну, опять-таки, 18 плюс, опять-таки, ну, нет, не опять-таки. Вот этот сериал, конечно, отличается от «Звоните Ди Каприо». «Звоните Ди Каприо», он такой универсальный. Он подойдет и мужикам, и теткам. А вот «Краткий курс счастливой жизни», он, конечно, наверное, больше для женщин. Обожаю этот сериал. У Светланы Ходченкова, там, ну, тоже уникальный актерский состав. Ну, Германика, что говорит, Германика, она прекрасно чувствует атмосферу, да, хотя, наверное, сериал это не ее стихия. Но все-таки сериал отменный. Я его просто обожаю. Еще один сериал русский, ну, это уже такая мыльница. Это русско-турецкий сериал «Восток-Запад». Несколько сезонов смотрела, да, тоже несколько раз смотрела. Ну, кому нравится вот эта восточная вся фигня, да, все на такой современный манер, Турция. Ну, на самом деле, хорошо, неплохо снят. Хотя, мне кажется, актеры немножко играли, ну, как-то слабовато, слабовато, знаете, так, такая вот дешевизна чувствуется. Но нормальный, достойный сериальчик тоже для декрета или карантина подойдет. Ну, раз мы пошли в тему восточных фильмецов, так давайте упомянем еще один сериальчик. Это уже чисто турецкий сериальчик «Тысяча и одна ночь». Это реально сериал для тех, кто хочет посидеть, поплакать, попереживать. Это такая, знаете, слезливая мелодрама, но красивая, красивая реально. Ну, все в таком, знаете, современном тоже турецком стиле. Уже такой чувствуется шарм, дороговизна. А, актеры играют, хорошо актеры играют, но мне, как сказать, я вначале очень тяжело смотрела, потому что там все плачут, музыка такая, такая, все время такая, ну, красиво, нет, все красиво. Ну, тут вот постоянно плаксивость, постоянно такое драматичное, оно немножко напрягает. Но потом, кстати, нормально все пошло, и, в принципе, я даже досмотрела до конца, и мне понравилось. Но пересматривать не хочу, не люблю, когда много плачут. Еще один сериал, который вообще надо реально посмотреть всем, потому что там сочетается и детектив, и драма, и комедия, там все сочетается. И плюс это еще восточная тематика. Это сериал «Мои восточные ночи». По-моему, это, по-моему, это румынский сериал. Румынский. Да, это румынский сериал. В общем, снят на манеру бразильского, на чем-то напоминает клон. Но круче, реально круче. Все такое современное. Снят, да, на бразильский манер, но при этом, знаете, чувствуется такая немножко европейский такой немножко подход. Короче, классный сериал. Посмотрите «Мои восточные ночи». Мне очень понравилось. Я вообще не знала, что в Румынии сериалы снимают. Ну, раз нас потянуло так уже на Европу. Очень классный сериал, который я недавно посмотрела. Два сезона – это сериал под названием «Флибэк». Почему называю на английском языке его? Потому что есть разные переводы. На одном он называется «Кошелка», на втором «Дрянь». Если вы будете смотреть этот фильм, я советую смотреть только на сайте LordFilm, потому что там правильный перевод. В этом сериале очень важно найти правильный перевод. Иначе потеряется весь смысл. Сериал «18+,» однозначно. Однозначно «18+,», потому что там пошлость, мат, пошлый юмор, пошлый английский юмор. Это такой юмор, который будет понятен не всем. Но я заценила. Я заценила. Жалко, что там всего лишь два сезона. И в чём ещё самая фишка этого сериала? В том, что это стендап. Это изначально был какой-то номер, ну, типа, как у нас, да, показывают, комедий-клаб. То есть такое стендап-шоу. Девушка, вот главная героиня этого сериала, она как раз была рассказчица, да, она как раз, ну, как бы, вот это вот. Да, она выступает в этом стендапе. И ей предложили создать сериал. И получился классный сериал, но единственное, он какой-то незавершённый получился. И, по-моему, продолжение снимать не будут. Очень жаль. Бразильские сериалы. Я думаю, что все любят бразильские сериалы. Я тоже их очень люблю. Но в последнее время меня напрягают то, что они, знаете, отдают такой стариной какой-то. И вот я нашла очень классный-классный сериал, который современный, который интересный. Там и бразильская эта вся тема, да. И в то же время это как и триллер, как и детектив. Это сериал «Проспект Бразилии». Очень-очень классный сериал. Советую всем посмотреть. Очень закрученный сюжет. 160 серий. Поверьте, равнодушными вы не останетесь. Ну, и переходим к самым главным сериалам. Это сериалы производства США. Как бы я не любила США, американцев и их вонючий доллар, который испортил нам всю жизнь, но я вынуждена признать в том, что... А можно говорить слово «вонючий» про доллар? Нет, я не хотела никого оскорбить. Я не хотела никого оскорбить. В плане того, что не хотела. Серьёзно говорю, не хотела. Ну, так вот, США. США. Чем я люблю США? Там очень классные сериалы. Они реально снимают сериалы, которые потом выйдут в топ. Они вначале запускают какую-то пробную серию, да, на экран, если она пилотная, да. Если она не попёрла, его снимать не будут, да. Ну что, какой первый сериальчик, который я вам назову, я посмотрела в декрете, который меня, вау, как впечатлило. Это, конечно, опять сериальчик 18+, мат, попойки, оргии, пошлости. Десять сезонов. Вы угадали? Если нет, тогда называю для тех, кто ещё не понял. Это сериал «Бесстыжие». Вообще, у меня есть такое правило. Когда я смотрю сериал, я включаю первые пять минут. Если меня не впечатлило, я выключаю. Я сериал вот смотреть не буду. Ребят, этот сериал впечатлил меня вообще с первых минут. Ну, там реально, там не может ничего впечатлить. Да, там показывают жизнь таких вот, как сказать, обычных американцев, да, обычных американцев, которые пьют, которые ругаются матом и делают вообще очень много страшных вещей. Ну, всё это так весело. Ещё один американский сериал, по-моему, четыре сезона, это сериал «Любовники». Вот этот сериальчик я рекомендую тем, кто реально любит думать, любит внимательно смотреть. Там вообще, там такой закрученный сюжет. Очень классная подача. Подача два героя, да, два любовника. Идёт в начале подачи, как она видит это, да, всё дело. Потом идёт с его точки зрения. Потом ещё закручивается, там, как другие видят. Ну, вообще, короче, такой, знаете, взрыв мозга. Надо смотреть очень внимательно, чтобы не упустить какой-то вот, ну, нюанс. Потому что первый раз, когда я смотрела, я вообще нифига не поняла. Меня заинтересовало, опять-таки, я смотрела по Амедиа 2, по телеку. Я включила, и как раз вот первая серия. Я рот раскрыла, думаю, боже, что это такое? Ты просто думаешь, боже, что дальше будет? То есть ничего впечатлительного, но ты просто сидишь, и ты просто думаешь, что будет дальше. И меня реально зацепило. И я посмотрела все сезоны, он уже закончился, и продолжения точно не будут. Там всё, уже конец. В общем, для тех, кто любит и закрученные сюжеты, тема отношений между людьми, любит подумать, да, поразмышлять, философствовать, в общем, этот сериальчик для вас. Очень лёгкий, очень такой вот интересный сериал «Почему женщину убивают?». Ну, я не буду про него много чего говорить. Мне в этом сериале понравилось всё. Очень всё легко. Опять-таки, тема отношений. Очень расслабляющая. Чисто женская тема. Советую посмотреть. Ещё один сериал, чисто женский, это инструкция про разводы для женщин. Кстати, я его сейчас пересматриваю, с самого начала. Ну, Лос-Анджелес, Калифорния, все такие тётки, все богатые, у всех там дети, все разводятся, все такие гламурненькие, да, деньги, США, деньги, там это всё, это такие красивые фигуры. В общем, и при этом всё очень достаточно достойно. Но опять-таки, всё 18+, да, есть такие какие-то моменты. Хороший сериальчик такой, да, ну, не Сэг в Большом Городе, конечно, да, до него не дотягивает, но есть какая-то тоже в нём и Юнка. Я бы даже сказала, он даже немножко, наверное, поумнее, чем Сэг в Большом Городе. Хотя Сэг в Большом Городе, это вообще, это, ребята, это сериал, который надо смотреть всем. Я его тоже сто раз смотрела уже. Пришло время для лёгких сериалов. Первый сериал – это Дурнушка, он уже старый, конечно, но я его не смотрела. И сериал Юная. Ну, такие реально лёгкие-лёгкие сериальчики, такие вот, приятные. Их можно смотреть абсолютно, наверное, всем, хотя у Юной там тоже есть какие-то моменты такие. Но я думаю, что, в принципе, вот Дурнушка-то вообще можно всем хоть 10 смотреть. А Юная, ну, Юная, наверное, 14+. Вот так вот, ну, такие лёгкие сериалы, такие, на расслабон. Юная, кстати, мне кажется, он не закончился. Я всё жду-жду продолжения, не знаю, есть оно или нет. Ещё один сериал, красивый, дорогой, ну, в смысле, дорогой, чисто, вот, смотришь, да, дорого всё, дорого-богато. Это «Коварные горничные». Ну, тоже, наверное, 18+, тоже чисто женские. Вот чем-то отдаёт нас в Большом Городе только про горничных. Посмотрите, интересно. Ещё одни сериальчики, которые я, наверное, помещу в отдельную группу. В США очень любят снимать сериалы о психических расстройствах и вообще на тему этой всей психотерапии. У них это, конечно, всё более развито, да, у них общество не такое зажатое и закомплексованное, как у нас. Они свободно говорят на эту тему и не считают это чем-то таким, да. И это три сериала, которые я сейчас буду рассказывать. Они мне очень понравились, потому что вообще тема вот этой всей психологии, психотерапии, она мне очень-очень интересна. И эти сериалы, они должны занять какое-то особое место в моём рассказе. Первый сериал – это «Острые предметы». Это тот сериал, который ты начинаешь смотреть, ты вообще не понимаешь, что происходит. Ты просто смотришь и думаешь, боже, что это, что это страшное, что ты чувствуешь, какое-то напряжение, что происходит. И только в самом последнем серии ты понимаешь, что на самом деле было. И вот в плане закрутки сюжета сериал просто офигенный. Посмотрите, он просто вас впечатлит. Ещё один сериал – это, опять-таки я назову его на иностранном языке, «The Act». Почему? Потому что он переводится как «Притворство», как «Ложь». Там история про мать и дочь. Мать всё время выдавала свою дочь за больную. Это новый сериал. Посмотрите, там она ещё такая лысая девчонка. Блин, офигенный сериал, он основан на реальных событиях. Там реально вообще всю историю они вот как вот было, они всё просто передали на экран. Очень интересный сериал, смотрится тяжело. Такие сериалы, они вообще всегда смотрятся тяжело. Но они классные. Это реально классные сериалы. И ещё один сериал, который посвящён послеродовой депрессии – это «Дом с прислугой». О, ребят, это вообще интересный сериальчик. Очень интересный подход к съёмке. Очень классная атмосфера. Всё так выдержано, свой стиль. Ой, классный, классный, классный. Ну, конечно, концовка меня не очень порадовала. Просто как-то, ну, посмотрите. Вот мне что-то как концовка не впечатлило. Вроде как такая серьёзная тема, серьёзная тема, а концовка какая-то вообще не серьёзная. Ну, в плане того, что, ну, хотелось бы более реалистичной концовки, а она какая-то такая. И тот сериал, который я смотрю сейчас, как раз новый сериал, и серии выходят один раз в неделю, да, и каждый раз жду, когда же выйдет эта серия, это сериал «Беги». Опять-таки, опять-таки, повторюсь, сериал меня должен зацепить в первые пять минут. То есть я посмотрю пилотную серию пять минут. Не зацепила? Я не буду смотреть, даже если там высокий рейтинг, даже мне будут тебя вокруг орать. Посмотри этот сериал, я не буду его смотреть. Вот это опять-таки тот сериал, который ты просто включаешь, да, и ты понимаешь, что цепляет, и ты ждёшь каждую серию, и каждая серия, она заканчивается так, что ты ждёшь следующую. Ты всю неделю думаешь, боже, ну, когда, 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 когда же выйдет следующая серия? И когда вот ты так будешь смотреть, да, каждую неделю по одной серии, ты закончишь смотреть этот сериал, и в конце ты просто скажешь, блин, всё, я сейчас сяду, И просто вот голяком, все залпом серии пересмотрю, чтобы вообще, ну, сформировать уже общую картину. Потому что вот так вот смотреть сериалы раз в неделю, ну, это не общая картина, это просто какое-то издевательство. Ребят, если у вас есть какие-то свои сериалы, которые вы смотрели в декрете или на карантине, которые вас зацепили, пожалуйста, напишите мне в комментариях. Я очень буду рада вашему совету, потому что сейчас у меня закончили все сериалы, мне приходится пересматривать заново те, которые мне очень понравились. А я этого делать не хочу, я хочу каких-то новых эмоций и новых впечатлений. Так что присылайте в комментариях ваши сериалы, которые вам понравились. И также не забудьте поставить мне лайк. Всем добра! Всем добра! Добра! Посылаю вам.